Привет, я Технолодж. Это значит, что сейчас я попробую тебя удивить. Начнем. Помните, летом вы приходите в магазин за мороженым, долго выбираете, в итоге выбираете самое вкусное, ищите ценник и не можете его найти. Эта бесячая проблема преследует нас годами, и в решении этой проблемы был необходим нам свой Илон Маск. В США разработали холодильники с умными дисплеями. Они определяют ваш возраст и пол, и могут предложить вам то, что вам потенциально может быть интересно. А самое главное, на них сразу же показано, что есть в этом холодильнике, и ценники. Казалось бы, это простейшая идея, почему никому не приходило это в голову. Хотя разве что на палоках с мороженым есть такое. Но теперь это интерактивная штука, которую может вам предложить самое вкусное мороженое, которое вам может понравиться. Это же просто офигенно. В Австралии это та страна, что вверх ногами. Жителям штата Квинсленд разрешили добавлять на автомобильные номера эмотики. Правда, пока доступно всего 5 штук, но тоже неплохо. Вы можете зайти на специальный сайт и заказать там специальный номер. Это все на государственном уровне. Цена такого удовольствия 475 австралийских долларов. Примерно 22 тысячи рублей. Дороговато, конечно, но в России, насколько я знаю, блатные номера дороже стоят. Ну ладно, интересно, модно, молодежно. Поехали дальше. А Бостон Дайнэмик снова пытается нас напугать робоапокалипсисом. Посмотрите, на что способна их собачья упряжка. Ну а пока они делают роботизированных собак, в Китае их клонируют. Зачем? Сейчас расскажу. В Китае впервые клонировали полицейскую овчарку, потому что эта собака была продуктивной. Она помогла раскрыть 12 убийств и 20 уголовных дел. Ее клон получил 99% ДНК матери и очень похож на нее внешне. Но 99% это достаточная ли точность? У нас вон с некоторыми обезьянами и бананом почти такая же точность. Ну да ладно, ученым, конечно, виднее я просто прикалываюсь. Кинологи уже отметили, что эта собака гораздо быстрее учится. И в принципе они это делают для того, чтобы собаки быстрее обучались и были более послушными. Потому что берут ДНК более послушных и продуктивных и послушных собак. Я два раза сказал послушных. Кинологи уже отмечают, что такие собаки учатся гораздо быстрее и они более послушные. Ну потому что выбирали из таких, у которых подобные гены, которые позволяют им вести себя так. Ну и разумеется, они уже хотят вести это на системном уровне, потому что это ускоряет подготовку собак. Поехали дальше. Бургер Кинг накормил посетителей невероятными воперами. Не знаю, они и правда так называются или так просто в новости написали. Но суть в чем? Там вместо говяжьей котлеты была из искусственного мяса на основе растений. После у посетителей спросили, что они ели. Все ответили, что это был обычный вопер с говяжьей котлетой. Эта котлета была изготовлена компанией Impossible Foods. Она специализируется на заменителях мяса. Эти котлеты сделаны так, что они внешне и по вкусу совершенно не отличимы от настоящих. Основа этого заменителя это пшеница, картофель и соя. А Бургер Кинг будет продавать такие бургеры на 1 доллар дороже оригинальных воперов. Че-то проголодался, сейчас бы пойти какой-нибудь бургер съесть геганам на зло. О, Бургер Кинг неподалеку. Так, здравствуйте, мне, пожалуй... Ну, эти мне вопер. Остался только вопер с заменителем мяса. Да б***ь! Пока Амазон затягивает доставку товаров и еды дронами, компания Винг запустила свою доставку еды. Это происходит все в той же Австралии, которая вверх ногами. До этого технологию тестировали полтора года, успели доставить 3000 заказов. Работает просто, дрон прилетает, опускает вам пакет на веревочке, вы снимаете его с крючочка и получаете свою еду, а дрон улетает. Но нравится это почему-то не всем. На самом деле я понимаю, почему. Дроны очень-очень шумные, и поэтому им запретили доставлять еду рано утром и после 8 часов вечера. Это очень даже правильно. Компания NVIDIA снова удивляет нас своими нейросетями. Она может сделать из рисунка, а-ля что-то вроде того, что мы с вами рисуем в пейнте, фотореалистичное изображение. И это просто поразительно. Создатели отмечают, что нейросеть способна менять время суток и времена года. К примеру, если указать зиму, это изменится не только ландшафт, который покроется снегом, но и небо, оно станет облачным и серым. Скажу лишь только то, что эта нейросеть может понадобиться всяким ландшафтным дизайнерам, архитекторам и всем тем, кто занимается созданием виртуальных миров. Во Франции создали робота, которым для навигации достаточно только солнечного света. Он ориентируется, как пустынные муравьи могут найти кратчайший путь домой без GPS. С помощью подобной системы роботы и, наверное, даже беспилотные автомобили смогут перемещаться без сложных датчиков и технологий, таких как GPS, например. Ученые из США создали алгоритм, который понимает писк крыс. Эти грызуны общаются с помощью ультразвука, и это не слышно нашим человеческим ушам. Алгоритм смог распознать шаблоны в писках мышь. Алгоритм помог найти шаблоны в писке крыс и впервые составить словарь. Например, ученые теперь точно могут различить у крыс радость или, например, страх. Этот алгоритм может в корне перевернуть научные исследования, которые проводятся на грызунах. Недавно компания OpenAI, созданная совместно с Elon Musk, рассказала о своей новой разработке — нейросети GPT-2. Публикацию ее полного исходного кода сочли просто опасной, потому что эта нейросеть может очень хорошо сочинять фейковые новости, пишинговые письма и так далее. Просто послушайте, на что она способна. Если мы задаем вот такой пример. Шокирующее открытие. Ученые обнаружили стадо единорогов, живущих в удаленной, ранее не исследованной долине Вандах. Еще неожиданнее для исследователей стало то, что единороги говорили на идеальном английском. А вот как она продолжила предложенный ей текст. Из-за характерного рога ученый назвал популяцию единорогов Авидея. Эти четырехногие серебряно-белые единороги ранее не были известны науке. Теперь, почти два столетия спустя, раскрыто тайное возникновение этого необычного феномена. Доктор Хорхе Перес, биолог-эволюционист из университета Ла Пас, исследовал Анды вместе с несколькими коллегами, когда они обнаружили маленькую долину, где не было животных и людей. Доктор Перес считает, что единороги произошли из Аргентины, где эти животные считались потомками пропавшей расы людей. Open AI заявили, что решили вопреки обыкновению не публиковать код GPT-2 целиком, поскольку опасаются использования алгоритма в плохих целях. Компания KEM Motors представила систему распознавания эмоций в беспилотных автомобилях. Такая система, к примеру, может автоматически настроить освещение и температуру в салоне. РИД анализирует сердцебиение и электрическую активность кожи. Как? Не знаю, может какой-нибудь браслет вешается на руку. На основе собранных данных система анализирует настроение пассажира и настраивает обстановку в салоне, кондиционирование, температуру, освещение и развлекательную систему, музыку и видео. Хорошее настроение, включаю шансон. Что за дерьмо ты включил? Агрессивное настроение, включаю рок. Вот, другое дело. Хорошее настроение, включаю шансон. Да б**ть! Ну, собственно, это были все интересные новости на сегодня. С вами был Технолодж, не забывайте показывать видео друзьям, подписываться на канал и оставлять свои интересные комментарии под видео. Скоро увидимся, до встречи, пока!